Как найти святой грааль этой индустрии? Добро пожаловать в Круг Победителей. Однажды я прочитал эту надпись и подумал, что это они тут пишут, что за плит такой. Я составил такой пазл, вы знаете, да, когда картинки делаете, и начал закрывать все пазлы. Первый пазл у меня был с кем не равным. Ну, слава богу, оказалось одно знакомое лицо, это Билли Мамзалай. Я посмотрел, я думаю, этот француз все время знает, куда уходить. Мы сегодня с ним тут по-французски немножко поболтали. Слава богу, я 4 года изучал французский университет, и был на уровне 5 класса разговаривал. И 4 года назад он мне предлагал эту компанию, я не был. Четыре года назад мы с Лидомом общались, потому что мы с ним друг друга знаем уже где-то 19 лет. И он мне говорит, давай, давай, давай. Почему? Я с закрытыми глазами был и с закрытыми ушами. Второй человек, которого я тоже знал, но потом, когда я приехал в офис, я увидел еще пару. То есть в компании Жанесса я увидел четверо своих знакомых. Кайла, Нарана и Айлин. То есть я понял, что эти люди просто так никуда не уходят. Но давайте поговорим про этих людей всех. Здесь очень профессиональная команда. Я специально взял врачей внизу поставленных. Я вам объясню почему. Дело в том, что когда вы предлагаете какой-то продукт на Рэмик, вы должны понимать, что он из себя представляет. Кто за этим стоит. Вышел тут скромный Винсент Джампан. Мы тут ему скромно поаплодируем. Ребята, это мультимиллионер. Это номинант на Нобелевскую премию. Это очень богатый и милый человек. Это не игра. Это научная база. С этим никто не спорит. Недавно врачи той компании, с которой я сотрудничал, они сказали такую фразу. Да что вы тут со своими Нобелевскими премиями пугаете и так далее. Вот посмотрите. При увеличении каломера увеличивается раковая опухоль. Я говорю, за 5 лет настолько раковая опухоль увеличилась, что у всех увеличились кошельки. Вы не про ту опухоль сказали. Опухоль вот тут увеличивается. В кармане. Которую потом по 3000 снимаем. Понимаете? И надо просто понимать, что такое научная база. Я сегодня сейчас об этом скажу вам. Научная база это очень важно. Мне хочется рассказать не о Джиан Папе, не о Вилене и даже не о докторе Натву Люсу. Я хочу вам рассказать вот об этой женщине. Вот. Что тут? Вот они. Я приезжаю в офис. Я человек, который любит все смотреть в глаза. Почему? Я не могу поставить на плаху свою голову. Все 20 лет я создавал бренд. И куда я вляпаюсь? Нет. Я не играю в эти игры. Я приехал в офис компании. Когда я разговаривал с этим врачом, я понял, что это не просто врач. Во-первых, она меня ответила на все вопросы. Я ее забросал вопрос. Во-вторых, это профессионал не просто как врач. Это сетевики. Это люди-сетевики. Они 20 с лишним лет в ММФ. Она начала мне рассказывать то, что творится в сетевом маркете. Мы с ней разговаривали как сетевики. Да, в какой-то момент мы разговаривали как врачи, но я не врач. Просто я 20 лет занимаюсь продуктами здоровья. И я понял, что это профессионал. Я задал ей очень много провокационных вопросов. Я сказал, в других компаниях тоже есть продукты, которые увеличивают колометр. Докажите мне, почему компания же нравится. Мы разговаривали 30 минут. После 30 минут у меня отпали все вопросы. Я понял, что этот человек настолько подкован даже с конкурентами. То есть она мне говорила то, что я решил как компромат принести. Вы знаете, как обычно люди делают? На! Вот у меня козырь. Мы это видели. Это не козырь. Вот козырь. Это тоже ерунда. Я говорю, посмотрите, эти компании тоже говорят о таламерах. Они говорят, говорят, но увеличивают и делают здоровыми только одна компания. Жанес Клоп. И мне очень понравились учредители. Я понимаю, что здесь есть люди, которые с ними работали в другой компании. И вы уже к ним привыкли. Я вам скажу, что я очень много видел учредителей, особенно те два месяца, когда они работали. Случайно даже в магазине встретился с еще великим комбинатором, домом, и мы с ним сидели, пили кофе и разговаривали. А он говорит, а так, в тренинговой компании это будет все, взрыв, поп-корн, ты хороший болтун, давай. Ты уже за 20 лет научился болтать, нам такие люди нужны. Я не вляпаюсь на такие истории. Мне это не интересно. Я пришел здесь, чтобы зарабатывать деньги. Для того, чтобы зарабатывать деньги, надо знать, где эти деньги. И когда я приехал в офис, мне было очень важно то, что две фразы, которые сказал Рейн. Первая фраза, он сказал, я вырос в бедной семье. Почему для меня это важно? Я вам объясню. Человек, который вырос в бедной семье и богатый, это разные люди. Если он вырос в бедной семье и богатый, это понятно. Но если он вырос в бедной и богатой, это совершенно другое. Почему? Это значит, карабкаться гораздо больше, чем карабкаются те, которые выросли в богатой силе. Этот человек настолько имеет внутреннюю силу, которую вы даже не знаете. Вторая фраза, которая мне понравилась, и я хочу, чтобы вы знали, я когда с ним разговаривал, мне 30 минут хватило разговаривать с Рейн. Он сказал, я говорю, откуда вы берете деньги? У вас есть инвестор? Или вы богатый? Что? Или вы хотите взять инвесторов? Как вы думаете сделать миллиард? На ля это нужны большие деньги. Он сказал, у нас достаточно денег для того, чтобы ни у кого не брать. Более того, я вам скажу, когда ты берешь деньги у других, ты становишься зависим, и у тебя нет гарантии, что ты будешь расти. И когда недавно одна компания, с которой я сотрудничал, начала кричать, наша компания выставила акции через Сибиселл на фондовую биржу, и так далее, я сказал, все. Это значит, что она пропала. Почему? Привлечение денег извне, это значит, инвесторы будут влиять на компанию. У Жанес один учредитель, достаточно денег, и вы не должны беспокоиться за то, что эта компания будет расти дальше. Спасибо.